Всем привет дорогие друзья, с вами канал Диванный Эксперт. Сегодня у нас с вами будет распаковочка, обзор и тесты SSD диска Crucial BX500. Собственно, вот коробочка, пока что от него, это диск у нас на почти 500 гигабайт, на 480. Вот тут у нас, естественно, гарантийный талон. Гарантию они у нас дают в розетке на 36 месяцев, то есть 3 года, что очень, в принципе, неплохо, когда SSD диска. Ну и сам диск стоит в гривнах 1374. Это где-то 3-4 тысячи русских рублей, по-моему. Сейчас цены на SSD диски довольно-таки сладкие, вот поэтому, как вам сказать, SSD уже становятся более такими массовыми и их все чаще и чаще ставят в современные компьютеры. Значит, мы сейчас с вами распакуем, почему я выбрал, значит, именно BX500. Дело в том, что его делает компания Crucial, которая производит самые, одни из лучших чипов памяти в мире. Это Micron. То есть, видите, Crucial by Micron написано. Ну и кроме того, этот SSD диск, так сказать, имеет технологию 3D NAND, по-моему, 3D VENAND, если я не ошибаюсь, что, несомненно, как говорится, влияет на его, так сказать, долгожительство, если я не ошибаюсь. Ну, если я ошибаюсь, кто-то поправьте, потому как я уже не помню ничего там. Вот, но SSD-шник однозначно хороший. Это 2,5-дюймовый. Его можно поставить как в персональный компьютер, так и в ноутбук. Вместо жёсткого диска, либо через специальный переходник на дисководы. Так, давайте аккуратно вскроем упаковку. Тут видно, что он не вскрывался. Как бы не порвать эту коробочку. Посмотрим, собственно, как выглядит упаковочка у Crucial. Так, тут у нас сам SSD-диск. Инструкция. И больше ничего в коробке нет. Вот, хотя там, по-моему, в некоторых магазинах на картинке винтики. К ним маленькие показывают, что они якобы там есть. Ну, так, у нас даже здесь есть на китайском и на русском инструкция. Давайте посмотрим. Да, тут есть корейский, тайванский, китайский и на русском что-то написано по поводу гарантии. А на оборотной стороне у нас, я так понял, тоже это всё гарантийный сток. Это даже не инструкция. Поэтому особо мы на ней зацикливаться не будем. Вроде по-русски здесь ничего такого не написано. Нет, ладно, всё. Нафиг. Откладываем в сторону. Дальше смотрим, как же оно у нас упаковано. Упаковано здесь на защёлочках. Чтобы достать SSD-диск, вот он сам диск. А корпус... Не знаю, сейчас посмотрим. Такое ощущение, как будто вот здесь чуть прицарапано, что ли, да. Но это может просто... Ну, на это наклейка особо обращать внимания не будем. Так, ничего такого. Мы странно. Здесь типа такая выдавленная. BX внутрь. Ну, сам SSD, он пластиковый. Я, конечно, думал, что будет металлическая фигня. Но нет. К сожалению, он вот такой вот. Значит... Так, покажу, как... Ну, я не буду, собственно, детально вам показывать установку на ноутбук. Вот, допустим, вы хотите ускорить работу вашего старенького ноутбука. Вот, пожалуйста, ноутбук. 2000, так сказать, 2008 года выпуска. Вот. И у него жесткий диск, что-то около 200 гигабайт. Мы можем поставить сюда SSD-шник и тем самым ускорить его работу в примерно два раза. Здесь, если я не ошибаюсь, SATA 2. Что нам надо, собственно, сделать ноутбуки. У любого ноутбука есть крышка. Вот такой вот отсек. Допустим, в этом ноутбуке была прикрыта крышечкой. Вот как здесь. Видите? Вот откручиваются винтики. Соответственно, вот здесь. И здесь. И вытаскивается сам жесткий диск. Значит, здесь это реализовано вот так. Тянем за язычок. И вытаскиваем. Старый жесткий диск. Берем SSD-шник. И можем его вот так вот вставить. Сейчас, секунду. Вставить сюда. Это как бы... Этого достаточно. Потом крышечку прикручиваете. Он, в принципе, здесь хорошо держится. Не будет он даже сильно болтаться. Но в идеале можно, конечно же... У жестких дисков есть вот этот вот железный каркас. Он вот здесь прикручен винтами. Вы откручиваете эти винты. И, собственно, каркас этот прикручиваете к этому жесткому... к этому SSD. Так. Вот мы так вытащили. Прикручиваете каркас к этому SSD. Вот здесь тоже есть, видите, отверстие, как и тут. Со всех сторон. И уже засовываете туда и фиксируете. Так будет более надежно. Плюс железный каркас будет способствовать охлаждению. Вот. Ну, думаю, понятно объяснил. Значит, может мы и на этом ноутбуке протестируем. Потом скорость загрузки с SSD и это. Но я собираюсь на стационарке это показывать. Вот. Это, собственно, лишнее... Может быть лишняя информация. Может быть полезная. Ну что. Значит, я тут специально приготовил кабель питания SATA, вытащенный из системника. И длинный этот кабель, дата кабель SATA, тоже из системника. Он тут почти метр длиной. Чтобы я это всё мог, так сказать, подключить, не вставляя SSD-шник внутри корпуса. Ой, кстати, лайфхак. В корпусах же, где не предусмотрено место для SSD посадочное, значит, я делаю так. Ну, вставляю его в отверстие, в одно сбоку в корпусе, где вот, чтобы совпадал вот эти две дырочки, и закручиваю на два винта. Соответственно, SSD-шник внутри корпуса, он просто вот в таком вот подвешенном состоянии висит, держась просто за два винта. Как бы оно надёжно довольно-таки держится, у меня ещё ни разу не сломалось. Я подключил к нему кабеля, и всё, он там так и стоит. Как бы. Можно, конечно, купить салазки там за 100 гривен, и засунуть, типа, его в специальную такую пластину. Он сделает из 2,5-дюймового, 3,5-дюймовый. Для современных компьютеров ещё можно, у кого есть в материнских платах, не покупать вот такой вот SSD, а покупать формата M.2. Он более, так сказать, такого длинного размера, меньшего, и он вставляется в плату как флешка. Вот, в M.2 разъём, и не надо никаких вот кабелей, ни питания, ни SATA кабелей, это уже кому как удобно. Мы будем апгрейдить старый компьютер, ну, у меня новый, это будет в другой компьютер ставиться, это я тестировать буду на новом компьютере. И всё. Так, хорошо. Сейчас я поставлю на паузу, отключу мой внутренний жёсткий диск в компьютере, подключу этот, и будем с вами устанавливать Windows через флешку. Так, ну что, дорогие друзья, подготовил я компьютер к, значит, подключению SSD. Значит, в корпусе что мы делаем? Разъём питания на SATA, вот здесь вот, подключаем к разъёму SSD-шника. Вот, собственно, сейчас я его возьму вот так, и подключу. Далее, SATA кабель, ну, SATA дата кабель, подключаем вот так. Всё, он у нас, соответственно, подключён. Мы его, я не знаю, как его поставить, он немного, конечно, пружинит у нас. Ну, неважно, пусть пока стоит так, SSD-шники, тут всё электроника, здесь механики нет, поэтому без разницы, как он у нас будет стоять, хоть немного в подвешенном состоянии, хоть нет, но мы можем его клавиатурой вот тут придавить. И всё, аккуратно. Да, конечно, выходит немножко по колхозному, но я же хочу показать, так сказать, не вставляя это в корпус. Ну, мне так удобнее. Так, теперь переходим к нашим баранам. Значит, вот у нас подключён SSD-шник. Так, проверим контакт, здесь всё в порядке. Теперь включаем компьютер. Ну что, друзья, а мы продолжаем. Включаем наш компьютер. И, значит, так, смотрите, когда в системе нет никакого диска, то нам сейчас напишет вот так, типа, нету загрузочного девайса. Значит, чтобы нам оперировать с этим диском, во-первых, нам понадобится флешка, у меня это внешний USB диск. Флешку, но нужно на 8 ГБ, соответственно, закатать туда Windows. Вот, я буду пользоваться сборкой специальной загрузочной, AllWin USB для установки Windows в многих, в общем, ну, мы будем с вами десятку ставить, собственно, а потом сравнивать скорость загрузки с обычного жесткого диска и так далее и тому подобное. И подключаем, собственно, нашу флешку к компьютеру с Windows. Дальше. Чтобы нам загрузиться с флешки и увидеть, определяется ли SSD-шник, который вот, вот стоит SSD-шник, то мы с вами нажимаем Ctrl-Alt-Delete на клавиатуре и клавиша F11 на материнских платах MSI включает так называемое Boot-меню. Это загрузочное меню. Вот вы видите сейчас, высвечивается Boot-меню. Давайте посмотрим, что там. И как вы видите, вот флешка моя Toshiba, она, собственно, определилась. Вот SATA 4, это у нас CT-480-BX500 SSD. Определился, собственно, диск нормально. В системе Toshiba и экстренной USB это тоже моя флешка, только в обычном режиме, не в UEFI. Вот. Значит, нам надо зайти в нашу загрузочную флешку. Кстати, кому интересно, кто захочет себе такую загрузочную флешку сделать, если вам будет интересно, пишите в комментариях, я сниму видео, либо постараюсь как-то рассказать вам, как ее сделать. Это очень удобная вещь. Значит, нажимаем Enter и попадем сейчас мы в такое меню. Так, выбираем здесь WinPay Setup и будем ставить мы с вами Windows 10. Выбираем Windows 10. Чем полезна эта флешка? Это дело в том, что помимо установки Windows в ней еще присутствуют утилиты, которые помогут нам оперировать, собственно, с SSD-шником, создать на нем разделы. Но не всегда эти утилиты нужны. Иногда можно все сделать с средствами Windows. Ну, давайте посмотрим. С вами сейчас я отдалю. Фокус попробуем взять на меню. Значит, мышкой выбираем. Давайте попробуем выбрать установка Windows. Так, выбираем язык русский. Нажимаем Далее. Выбираем Windows 10. Далее. Ну и выберем с вами там, я не знаю, давайте. Мне нравится лично Windows LTSB 2016 года. Вот, 64-разрядный. Выбираем. Это корпоративная облегченная версия 10. Нажимаем Далее. Сейчас посмотрим. Появится наш, так сказать, SSD-шник в меню установки или нет. Если не появится, будем прибегать к утилитам. Если определиться сразу, значит, можно будет сделать установку, как бы создать раздел и не париться, так сказать, по этому поводу. Поехали. И вот, что мы с вами видим. Сверху не занято пространство на диске 0. 447 гигабайт. Собственно, это и есть наш SSD-шник Crucial BX500 на 480 гигабайт. Значит, что мы делаем? Просто нажимаем кнопочку Далее. и Windows сам сейчас установит, так сказать, нужные вещи. Так, я обычно Windows ставлю вот так, вот так. Ну ладно, пусть будет и вот это. Так, пусть будет, будет. Так, окей. Так, это мы отключим, это мы тоже отключим, и вот это мы отключим. В общем, неважно. Нажимаем применить и посмотрим сейчас, за сколько у нас установится Windows. Я, конечно же, устанавливаться он будет довольно-таки быстрее, я так думаю, в раза два быстрее, чем на обычный жесткий диск. Но это смотря какой жесткий диск. Уже бывают жесткие диски скоростные, там по 10 тысяч оборотов, но я еще ни у кого не видел, чтобы они такие использовали. Вот, 1% пошел. Ну, я, наверное, поставлю видео на паузу, чтобы вы не смотрели, пока оно будет бежать. Сейчас посмотрю на часы. Конечно же. Вот уже 4%, 5%, то есть очень быстро бегает. Сейчас 16-16. Время. Когда отожму паузу, скажу, сколько времени прошло. Ну что, сейчас уже у нас 16-19. Прошло буквально 4 минуты, и уже подготовка файлов выполнена на 100%. Установлены компоненты, сейчас устанавливаются обновления, и Windows практически, можно сказать, первый его самый главный такой этап установлен. То есть фактически где-то за минуту 10 мы с вами установили Windows, который ставится там около полчаса. Сейчас компьютер уходит. Скоро будет уходить в перезагрузку. Ждем. Ну что, идет у нас компьютер в перезагрузку сейчас. Ждем, пока выполняются операции. но уже по установке Windows, как бы по скорости установки видно, что SSD работает на отлично. Вот. Пошла у нас перезагрузочка. Так, нам надо здесь одну секунду сейчас перезагрузить, потому что у меня boot-меню запустилась с моей флешки. Видимо, загрузка с флешки стоит. Сейчас F11 по boot-меню выберем наш BX500. Вот он. Выбираем его. Вот у нас запускается винда. Обычно она там что-то по полчаса потом настраивают. Устанавливают какие-то устройства и так далее и тому подобное. ставит она но ставится она предельно довольно-таки очень-очень быстро, потому что скорость чтения по SATA 3 там выходит около 500 мегабайт за секунду. Мы, конечно же, тесты проведем, когда у нас Windows до установится. Ну, пока я... Ага, все. Начинают уже устанавливать устройства. Сейчас поглядим. Когда же у нас появится рабочий стол? Ну, вот у нас подготовка устройств. Она сейчас будет очень быстро проходить. Ну, одним словом, что говорить? Это SSD. Сверхскоростной, как я говорю, всем жесткий. Ну, диск, в общем, суперскоростной в общем, диск. опять у нас что-то потухло. Видимо, комп ушел в перезагрузку снова. Довольно-таки быстро он там устанавливал устройство. Сейчас посмотрим. Так, надо опять нажать кнопку. Опять я забыл. Нажмем Escape. Она сейчас у нас само все запустится. Это особенность моего BIOS-а. Ну, как особенность, настройка у меня просто стоит, что он подхватывает флешку в первую очередь, а не этот SSD-шник, потому что я в настройках BIOS-а не выставлю его приоритет. Потом мы это все сделаем. Вот. Я напоминаю, что я только тестирую на своем компьютере его, а ставить будем в другой компьютер. Ну, и вот, в принципе, все. Я не знаю, сколько там, минут 15, ну, максимум 20 прошло, и фактически Windows уже установлен. Вот сейчас она немножечко помигает, 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 и появится рабочий стол. Потому что на некоторых стареньких компьютерах, ноутбуках, когда Windows 10, ну, на которые возможно установить, он бывает, блин, вот эти надписи, типа, идет подготовка, бывает, блин, по минут 15, по 20. Здесь же это проходит, по-моему, не более, чем за 5 минут. Сейчас мы с вами, конечно же, это поглядим. Кто захочет, тот промотает. Просто я буду немножечко показывать в реальном времени, кому интересно, я не знаю, может кому-то интересно в реальном времени смотреть, как оно вот это устанавливается. Может кому-то будет полезным, пишите в этом, тоже об этом в комментарии. ждем, 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 если будет по каким-то причинам сильно долго, так уж и быть, поставлю на паузу, потому что тут я уже 10 минут записи видео, а предыдущий ролик, по-моему, там минут 7 или тоже 10, уже не помню, потом на монтажке посмотрю. Вот она у нас, Windows устанавливается, устанавливается, ну давай уже, показывай рабочий стол, показывай, вот, вот, начинаем, наконец-то, наконец-то, она установилась, тут сейчас, естественно, будет доустанавливаться, до настраиваться Windows, так как это сборка, сейчас устанавливается меню пуск к Windows 7, очень удобный, кстати, меню пуск, потому что многие жалуются на неудобные меню в Windows 10, то есть неудобный пуск, вот этот вот, плиточный, его многие ненавидят, поэтому ставится программа Start is Back, которая называется, она делает из меню, так сказать, Windows 10 из пуска, делает пуск, похожий на Windows 7, вот вы сейчас можете видеть, я не знаю, сейчас я увеличу, видите, вот он, похожий на Windows 7, здесь очень удобные кнопочки, вот панель управления, там, и т.д., и т.п., сейчас он донастраивается, я люблю в параметрах выставлять, чтобы убрать, так сказать, стрелочку, которая скрывает значки, включать, чтобы отображало все, области в LTSB нету магазина Windows, приложений, поэтому я поставил там галочку в этой сборке, чтобы он его установил, этот магазин, мало ли пригодится, вот, но фактически, давайте пока, ага, оно сейчас устанавливает, пока он устанавливает, я не могу зайти в этот пуск, ждем, так, ну что, Windows тут завершила сборка, так сказать, все свои настройки, значит, я уже предварительно, чтобы вы не ждали, открыл программу CrystalDiskMark, и сейчас мы на чистой винде сделаем тест скорости, я обычно ставлю, чтобы долго не ждать, вот, по 500 мегабайт чтения, хотя, ладно, давайте, пусть по гигабайту будет, и мы с вами выберем, вот, диск C, 447 гигабайт, в системе он у нас определяется, как 446 гигабайтный диск, вот, диск C, ну что, поехали, включаем тест, и сейчас мы с вами понаблюдаем, какие скорости у нас будут в программе теста CrystalMark диск у этого SSD-шника, у 558 на чтение, я вам скажу, что это очень, очень хороший результат, потому как я покупал, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли E-Pacer, то E-Pacer Panther, по-моему, то там было 500 мегабайт максимум, ну что-то такое, там, 490, 500, ну вот, 558 не было, вот этот уже намного быстрее, и однозначно намного быстрее, даже по практически всем показателям он реально быстрее, сейчас посмотрим четвертую графу, я, конечно, честно, не помню, вот, как правильно называются все остальные графы, кроме первых, кроме первых, первое, это, по-моему, последовательное чечение, остальные, там, по-моему, то ли рандомное, то ли каким-то блоками, там, чтение, и так далее, и тому подобное, 441 мегабайт по SATA 3 на запись, ну, я бы вам сказал, что процессор у меня не сильно мощный, Pentium тут стоит, гиперпень, так называемый, так, запись, случайно, чтение 69, 85, ну, по-моему, случайно, чтение, если я не ошибаюсь, кто знает, там, пишите в комментариях, как эти все столбики называются, но, лично я оцениваю по первым двум графам, то есть, чтение 558, запись 441 мегабайт за секунду, очень хороший, я вам сказал бы, недурственный результат, вот, по SATA 3, ну, я не знаю, я редко видел, что там кто-то 600 выжимал, вот, обычно там, это бывает у M.2 дисков скоростных, которые не по SATA интерфейсу работают, а там, по-моему, по PCI, если я не ошибаюсь, а там бывают скорости повыше, для SSD-шника это, можно сказать, что предельная скорость, поэтому, результаты супер, как по мне. Ну, что ж, тест у нас закончен, а теперь мы с вами сейчас перезагрузим компьютер, давайте его, перезагрузим, давайте мы его выключим по-правильному, да, все, компьютер выключается абсолютно, мгновенно, как вы могли видеть, да, теперь включаем его, я сейчас нажму, я сейчас нажму Escape сразу, чтобы пропустилась запуск флешки моей, и смотрим, за сколько же запустится у нас Windows, ну, я вам сразу скажу, что он запустится за секунд 15, примерно, вот уже окно пользователя, он даже не за секунд 15 запустился, он вообще за секунд 5, 5-10 максимум, где-то примерно, после, ну, загрузки биоса, то есть, видите, рабочий стол появился вообще мгновенно, а теперь давайте сравним с запуском Windows, с жесткого диска, я сейчас поставлю на паузу, мы сейчас выключим компьютер, отключим SSD, и подключим жесткий диск, так, так, ну, шо, флешку я отключил, SSD, вот он, отключил, теперь, отключен у нас жесткий диск, но, несмотря на то, что там установлен Windows программами, тем не менее, мы с вами посмотрим, за сколько запустится Windows, правда, сравнение может немножко некорректно, потому что там уже Windows установлен, там уже наставлена куча программ, но тем не менее, вы увидите, что Windows все равно не будет так быстро запускаться, как он будет запускаться с SSD, хотя я что-то немножечко не понял, что это он так быстро запустился, может он запустился с этого, как его, он запустился с гибернации, по-моему, если я не ошибаюсь, я его оставлял, но сейчас еще раз выключим, вот, видите, у меня компьютер долго выключается, вот, теперь выключился, так, теперь включаем, еще раз смотрим, после чего я опять подключу SSD, и мы посмотрим на скорость запуска компьютера, в принципе, жестким диском, это облегченная Windows, она тоже быстро, вот, как бы, загружается, вот, да, я не знаю, почему у меня она сейчас так быстро выгрузится, видите, SSD-шник не отключил, сейчас чисто жесткий диск подключен, тем не менее, компьютер на жестком диске Western Digital EZX, по-моему, называется Blue, Blue, или как он там, тоже вроде как, ну, быстренько запускается, вот, хорошо, завершение работы, опять-таки, ждем, лампочка еще на системнике у меня мигает, все, вырубился, отлично, так, ну что, а теперь включаем с SSD, компьютер, я его полностью обесточил, там даже на кнопку выключил, вот у нас био загорается, и пошла загрузка Windows, и как вы видите, здесь он запускается еще быстрее, то есть вообще просто, буквально пару секунд, и все, так, это фигня, все, видите, буквально пару секунд, и запустилось, реально в два раза быстрее, чем на жестком диске, то есть SSD Crucial BX500 на 480 гигабайт, просто офигеновский SSD-шник, всем рекомендую, ну, а с вами был Диван Эксперт, спасибо за то, что вы так долго меня смотрели, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, будут еще, возможно, какие-то интересные видео, по мере поступления идей, либо кого-либо оборудования ко мне, всем спасибо, всем пока, пареньки, что забыл, это будет бонусом программы, Hard Disk Sentinel, я проверил этот жесткий диск, точнее SSD, и она показала, что состояние его 100% отличное, главное, этот диск поддерживает, значит, функцию Trim, вот написано, что поддерживается, соответственно, производительность, здоровье 100%, и действительно, программа диагностики показывает, что этот SSD использовался 0 дней, 0 часов, и буквально, вот, три раза он запускался, как вы видите, действительно, три раза, там, по-моему, компьютер мы включали, выключали, или перезагружали, все правильно, ну, как-то так, то есть, абсолютно все с ним в порядке, то есть, тест свой SSD, этот BX500, прошел абсолютно полностью, ну, еще, еще маленькое дополнение, забыл показать, это очень важно, как же быстро все-таки запускается, Word, к примеру, да, смотрите, раз, секунда, все, открываются документы, давайте еще раз, раз, вот, допустим, какую-нибудь, да, формочку, сейчас мы вот такую сложненькую, создать, опля, видите, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, открылось, теперь давайте Excel с нуля, абсолютно которого, вот, не было, раз, хоп, таблички, ну, не знаю, давайте вот, какой-то такой посложнее, ну, вот эту, к примеру, да, создать, раз, все, видите, просто за секунду открывается, работает, все просто летает, пользоваться компьютером с SSD диска, просто одно сплошное удовольствие, поэтому покупайте, у кого его еще нет, устанавливайте свои компьютеры, ускоряйте их, можете оживить свои старенькие ноутбуки, которых есть хотя бы SATA 2 вход, они однозначно будут намного быстрее работать и летать.